Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы отправляемся на автобусе к Европа-центру Убей, не помню, с какой целью мы туда отправились Наверное, чтобы убить время И мы продолжаем свой путь на автобусе в направлении университета Гумбаль Автобус подъезжает в Потсдамер-плац Большие города оказываются не такими уж большими Если ты все время крутишься в центр На этой площади за последние дни я побывал наверняка Немного чаще, чем это делает живущий здесь берлинец Девушки отдыхают Площадь Брайтшадплац Или по-русски площадь Брейтшеда Расположена в берлинском районе Шарлотенбург На тамошней улице Кунфюрстендам Я тоже в эту поездку оказываюсь часто В центре площади находится мемориальная церковь Кайзера Вильгельма Полуразрушенная в войну На востоке к площади примыкает этот самый Европа-центр Итак, продолжаем репортаж из Берлина Мы находимся возле Европа-центра Мы находимся возле Европа-центра В 1925 году здесь открылся Уэфа Палас Танзу Крупнейший кинотеатр Германии Появились и другие кинотеатры Здесь состоялась премьера «Голубого ангела» и других фильмов Так вскоре на площади образовалось главное скопление кинотеатров в Берлине В дополнение ко всевозможным кафе, театрам и другим деловым учреждениям Некоторые называли это место Барабея Берлина Особенно прославленным было кафе «Романичес», где писатели, художники и музыканты собирались и обменивались идеями Думаю, не случайно после своего переезда в Берлин в 1976 году Давид Боуи появился на улице Кунфюрстен-Дам Он коллекционировал картины группы «Мост» и «Брюке» Это группа художников в Германии Начало 20 века Выступавшая основоположниками немецкого экспрессионизма Боуи покупал их, эти картины, в маленьких галереях по немыслимо дешевой цене Сравнительно с нынешними временами Одна из таких галерей называлась «Варшава» и располагалась как раз на Кунфюрстен-Дам В частности, Боуи купил эскиз работы Эмиля Нольде Художника-экспрессиониста немецко-датского происхождения Мы выходим на Брайтшедплац Кстати говоря, площадь назвала в честь немецкого социал-демократа Погибшего в Бухенвальде во время Второй мировой войны Чинно усаживаемся в гетко-бар Берлина в Европа-центре Употребляем мороженое и пробуем местное белое вино А, это для Вас? А, до конца, наверное, заказал Спасибо В полуразрушенной церкви памяти Кайзера Вигельма Поставленной как мемориал Я расстаюсь с приятной компанией Ольги Ильи Что поделать, день подходит к концу И каждому надо добираться до своего места ночлега Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Все же я решил еще немного пройтись по Европа-центру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь также есть остаток берлинской стены, бережно упрятанной за стеклом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отправляюсь в обратный путь. Иду пешком по Тауэдсенштрассе. Здесь находится скульптура «Разбитая цепь». Этот памятник был установлен в 1987 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом находится крупнейший универмаг города Кауфхаус Дейс Вестенс в сокращении КДВ. Универсальный магазин в берлинском районе Шарлоттенбург. Некогда он считался крупнейшим на европейском континенте и входил в пятерку самых крупных универмагов мира. Он был основан в 1905 году. Проходя мимо этого универмага, я помнил завет Дэвида Боуни о том, что потеряться можно не только внутри его многочисленных залов, но и во времени, прогуливаясь с мертвецами неподалеку от этого универмага. Это я вспоминаю песню Дэвида Боуи «Где мы находимся сейчас». Одна из поздних песен в карьере певца, и в ней он поет буквально следующее. В джунглях, на Нюнбергерштрассе, человек, заблудившийся во времени, возле КДД, просто ходячий мертвец. Учитывая, что слова песни являются поэзией, то никогда не знаешь точно, что имелось в виду. Можно перевести и как просто «ходя с мертвецами». Я находил также версию «ходя по мертвецам». Так или иначе, Дэвид Боуи упоминает, как этот универмаг КДД, так, например, и знаменитую дискотеку 80-х годов «Джунгл». В 70-е годы 20-го века клубы назывались «Дискотека». Одной из самых знаменитых берлинских дискотек была «Джунгл». Именно она упомянута в ностальгической песенке Дэвида Боуи 2013 года, где мы сейчас находимся. Мне подумалось, что очередной бокал пива не повредит, и я заглянул в кафе «Античный Рим». Здесь я взял бокал дюнхенского пауленера. Это ферментированное пшеничное пиво, особенно популярное в Баварии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце концов, я вновь в своем, в кавычках, районе Розенталер-Плац. И здесь я попадаю в знакомое мне место, возле Акишер-Офе. Так что я вновь в этих старых дворах бывшего еврейского квартала с их странным антуражем, граффити на стенах, экстравагантными украшениями интерьера в кафе. Я уже упоминал о том, что здесь я бывал со своей знакомой Зандой в 2005 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добравшись, наконец, до хостела, я погрузился в глубокий сон. Сам Берлин спать не собирался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставался еще целый полноценный день в Берлине. И надо было многое успеть. Определенного плана не было. Лишь одна задумка, рожденная накануне в депо номер 3. Посещение выставки модернистов 20 века. Прежде чем отправиться в путь, я решил повнимательнее присмотреться к ближайшим домам и дворам на Брюнмерштрассе. А также представляла интерес соседняя улица Торштрассе, одна из главных в этом районе. Но сделаны фото они во всей красе. Похожи на захваченные сквоттерами убежища анархистов. Стены домов, не ремонтировавшиеся со времен ДДР, покрыты граффити и трафаретными картинками. Интересно, существуют ли они в таком же виде сегодня. Прекрасным солнечным летним утром я отправляюсь на очередную охоту за впечатлением. Раздумывая в дверях гостиницы «Цирк», куда направиться, я вижу, как мимо меня дефилирует молодой человек в длинном светлом плаще и плавке. После нескольких дней в Берлине уже ничему не удивляешься. Иду в сторону линии «Страсса». КОНЕЦ 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 По дороге я зашел в ресторан «Шварцвальдштюбер». Полюбовался на интерьер, камин с оленями и почитал немецкую газету, где была небольшая заметка все о том же Дэвиде Боуэй. Отлично. Страсскільки КОНЕЦ flat КОНЕЦ упрямляете в СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На Оренбургер Тор перекусываю в тайской, вьетнамско-китайской забегаловке. Свою порцию этого экзотического блюда я запил очередным Берлином. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Кафе находилось возле уже хорошо знакомого Тахелеса. Поснимал интерьер кафе Сапата заочный привет моей будущей поездки в Мексику. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА